Привет тебе, зайка, береги себя. У нас всё нормально. Любим, целуем тебя, скучаем сильно, всё нормально. Это видеосообщение жительниц села Благодатное, расположенного вблизи Солидара. Женщины попросили нашу съёмочную группу отправить их родным. В Солидарской общине уже более полугода нет мобильной связи. Коммуникация с близкими для местных жителей, кто ещё не эвакуировался, только с помощью тех, кто приезжает и уезжает. Село под постоянными обстрелами российской армии. Ну вот 2-го числа начали бомбить село. Сразу сгорела хата крайняя. И тот край вообще побитый сильно. Ну а здесь уже у нас с 8-го на 9-е начали. 9-го, 10-го начали бомбить здесь. Местные говорят, село обстреливают из миномётов, артиллерии, авиации. А то вот так всю ночь, всю ночь ещё и взрывы. Прилёты, 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 прилёты. Уже до такой степени, чтобы и сердце болит. От этих прилётов. Боишься? От линии фронта в Солидаре село находится чуть более чем в 5 километрах. Все дороги к населённому пункту простреливаются. На окраине Благодатного слышны автоматные очереди. Вот сейчас отчётливо слышно, что в Солидаре идёт ближний бой. То есть городские бои за город продолжаются. Со слов местных, ночь прошла относительно спокойно. С 8 утра уже начались обстрелы, сильные взрывы. Мы заехали буквально 40 минут назад сюда. Тоже не слышали городских боёв. Просто обстрелы. И вот прямо сейчас мы понимаем о том, что бои за город продолжаются. Ну, мы дома просто. А куда там ехать? Здесь у нас есть что и покушать, но всё-таки дома. Детей я отвезу. Не страшно? Страшно? Из-за риска попасть под обстрел в село теперь редко приезжают волонтёры и группы эвакуации. Помогают местным жителям украинские военные. Я говорю, сколько вот здесь солдат прошло. Тут сколько жило. Тут жили. Тут вот жили. Там жили. Я ни от кого плакала. Слава не услышала. Ни от кого. Буквально ни от кого. Ещё помочь хотят. Ещё и помогают. В этом селе Солидарской общины полгода назад ещё проживало около 300 местных жителей. Более 90% уже эвакуировались. За последние недели российскими снарядами тут уничтожено или повреждено около сотни частных домов. Алена Грамова, Евгений Кармазин из Донецкой области для телеканала Freedom.